Предварительное голосование, организованное партией «Единая Россия» в воскресенье прошло по всей России. Граждане страны определили наиболее предпочтительных для них кандидатов на всех уровнях – муниципальным, региональным и федеральным. В Нинницком округе, как и по всей России, счетные участки открылись в 8 часов утра. Хочется, чтобы в нашей стране был порядок. Вот и все. И хочется выбрать достойных депутатов, чтобы они защищали наши права. Вот. Ну, хочется жить достойно, так скажем. Для этого мы пришли, проголосовали. Жизненная позиция, убежденность полная, что нельзя пропускать такие политические мероприятия. По всей стране прошло предварительное голосование «Единой России», в ходе которого избиратели в каждом регионе сами определяли кандидата от партии на думские выборы в сентябре. Процедура «Праймерис» для «Единой России» не нова, но в таком масштабе единороссы использовали ее впервые. По всей стране было организовано около 20 тысяч избирательных участков, из них 12 в Нинницком округе. Всего у нас количество бюллетеней 4 955. Как я уже сказала, большая часть бюллетеней 2,5 тысячи – это город и искатели по тысяче, на два городских участка и 500 – искатели. И на село отправлено от 200 до 350 в зависимости от количества избирателей. Для всех, кто пришел в этот день на избирательные участки, полагался один бюллетень. В нем имена семи кандидатов. Это Сергей Коткин, Галина Медведева, Екатерина Бурдикова, Матвей Чупров, Евгений Семко, Анатолий Курленко и самый молодой выдвиженец Максим Свиридов. Еще на этапе подготовки к предварительному голосованию из гонки по собственному желанию выбыл Виктор Кмить. То количество кандидатов, которое было зарегистрировано, оно во многом, ну, спектр всех возрастных социальных групп здесь есть представлены. У нас кандидаты даже беспартийные. То есть это очень важно, что у избирателя и у жителя округа есть возможность выбрать из, на конечной стадии, из семи кандидатов достойного. Тем самым мы легитимизируем процесс избирательный и впоследствии мы можем говорить о том, что действительно кандидат появился не из какого-то мешка или из угла выше, а партия и «Единая Россия» выдвинулась действительно народного кандидата, которого поддерживает большая часть избирателей. Уже вопросов, откуда этот кандидат, кто его поддержал, каким способом он стал кандидатом в депутаты Государственной Думы, уже фактически отпадает. Схожую мысль, но уже лидера партии, цитируют федеральные СМИ. Дмитрий Медведев отдельно подчеркнул, что на думских выборах никаких договорных списков, проталкивания удобных людей не будет. Игра в поддавки нам не нужна, и тепличные кандидаты нам не нужны. Только те, кто получит реальную поддержку людей, будут участвовать в выборах депутатов Государственной Думы. Другого способа попасть в список «Единой России» просто нет. С лидером партии согласен и секретарь регионального отделения партии Сергей Коткин. Для нас очень важно, чтобы как можно больше поучаствовал жители округа в этой процедуре, потому что чем больше будет людей, тем более будет объективный выбор. Мы действительно единственная политическая партия в России, которая пошла на этот шаг. Нашему кандидату, прежде чем заявиться на большие выборы в сентябре в Государственной Думе, он должен пройти вот это народное сито, если он получит доверие жителей округа на предварительном голосовании. Никаких договорных списков, никаких назначенцев в партии власти у нас не будет. Причем участвуют на этих предварительных голосований. Вы видите, люди, начиная от председателя Государственной Думы, заканчивая рядовыми жителями в самом отдаленном населенном пункте. Никакие регалии, никакие звезды, никакие заслуги здесь не помогут, никакое протеже не будет в данном случае. Вот это, я считаю, большой плюс, поскольку он дает возможность молодым политикам влиться, войти в политику, зная о том, что никто его не будет подрезать. В отличие от официальных выборов, на праймерис можно проголосовать за неограниченное число претендентов, то есть поставить галочки за всех. Победителей определит рейтинг. Вместе с жителями региона на предварительное голосование пришли и те, кто претендует на место кандидата от партии на думские выборы. Я считаю, что это очень правильная система, потому что она начинает привычать наше население к тому, что все-таки состоятся основные выборы в сентябре, и уже внимание к этим выборам создается заранее. Чтобы, не знаю, может несколько кандидатов не выдвигать, можно сразу же сориентироваться на того человека, которого уже выбрали на праймерис народ, то есть они уже будут знать и понимать, что у него есть поддержка. Дальше «Единая Россия» в нашем регионе будет вести того кандидата, которого поддержали уже на праймерисе люди. И когда будет общее голосование, то «Единая Россия» выставит не 8, как вот сейчас, да, или 10, там может быть кто-то бы еще был, или еще сколько-то, а выставит одного кандидата, который пойдет. И с другой стороны, это не будет мелкое растаскивание, да, голосов, которые очень в таких больших, вот, да, мы говорим, выборах, иногда приходит к тому, что приходится еще раз голосовать. Оно, в принципе, позволит не только отсеять кандидатов, но и вычистить ту программу, с которой будущий кандидат, который будет баллотироваться в Государственную Думу, пойдет на выборы, а потом будет отстаивать, находясь в Государственной Думе, то есть будучи уже непосредственно депутатом. Мы немножко должны менять все-таки избирательную систему для привлечения людей, чтобы люди действительно, реально осуществляли управление и государством, в том числе, я говорю, Государственную Думу, да. Нужно менять, нужно привлекать. Сейчас активность населения очень слабая. Я думаю, что вот именно для повышения активности необходимо проводить вот именно такой праймерис. Предварительное голосование – это вообще очень важный момент в жизни округа, потому как он выявляет лучшего кандидата от «Единой России» для выдвижения в Государственную Думу. То есть, эта честь нам предоставлена за последние, наверное, лет 15, предоставить своего кандидата от округа. И это, наверное, очень интересно будет и для всех жителей округа, потому как наш кандидат будет работать в том числе и для благополучия жителей нашего округа. Напомню, что предварительное голосование «Единой России» выявляет кандидата от партии в депутаты Госдумы. Далее он будет участвовать в больших выборах, которые состоятся 18 сентября текущего года. Возможность избрать своего кандидата предоставлена регионам впервые с 2011-го, когда выборы в Госдуму начали проходить только по партийным спискам. Смешанная избирательная система вернула жителям нашей страны возможность самим выбирать свое будущее. Избирательный участок в день предварительного голосования посетила глава региона Игорь Кошин. После, в беседе с журналистами, губернатор назвал предварительное народное голосование «Единой России» полезной процедурой. Народное голосование, процедура выдвижения, в том числе и нечленов партии «Единой России», позволяет получить еще дополнительный срез. Срез тех проблемных вопросов, позволяет получить те предполагаемые пути решения, потому что кандидаты проводят очень много встреч в рамках внутрипартийного голосования, в рамках народного голосования. И мы встречались с кандидатами, мы договорились, что сейчас по итогам голосования мы проведем еще одну встречу, и каждый поделится со своими предложениями. И поймите простую вещь, человек, который участвует в предвыборных дебатах, который участвует в предвыборных встречах, он по-другому немножко смотрит на проблемы, и появляются новые решения. Я с радостью их рассмотрю, и надеюсь, мы совместными усилиями сможем как минимум еще одну проблему решить. Избирательные участки предварительного голосования закрылись в 8 часов вечера. По всей стране праймерис прошли спокойно и организованно, а наблюдатели нередко отмечали праздничное настроение, с которым люди шли на выборы.